Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат». Вас приветствует Юлия Север. Как всегда, в 13.05 мы начинаем знакомить вас с интересными людьми и рассказывать об интересных событиях. Сегодня не исключение. Кстати, напоминаю, что мы в прямом эфире 202-11-22. Это телефон, по которому вы сможете с нами связаться и стать участниками нашего эфира. Задать свои вопросы нашим гостям, ну и, конечно же, передать привет и передать поздравления, ну и попытаться выиграть наши призы. Сегодня разыграем целых два интересных приза, два интересных презента для вас. Следите за эфиром, и тогда все будет в ваших руках. Что ж, лето за окном, это, наверное, лето, пора, когда можно помодничать, когда можно купить ярких каких-нибудь нарядов, интересных костюмов и, собственно говоря, удивлять своими образами всех окружающих. Подумаем на эту тему мы как раз сегодня в прямом эфире. Задавайте свои вопросы, как говорю, нашим гостям, потому что наши гости смогут ответить на ваши стильные и модные вопросы. Итак, представляю вам, у нас две очевидных девушки, две Натальи, Наталья Павлова, имидж-стилист, здравствуйте, и Наталья Московских, тоже имидж-стилист, девушка, которая знает о моде, о красоте. Ну, если не все, то очень-очень много. Согласны со мной? Да, конечно, это мы. Что ж, ну, я так сказала, что действительно лето – это та пора, когда можно как-то помодничать, когда можно допустить в свой гардероб, наверное, те цвета, которые нельзя допустить в другое время года. Это правда? Или я как-то ошибаюсь? Здесь тоже надо поскромнее все это может быть. Да, конечно, летом хочется быть яркой, красивой, и мы подготовили некоторые для вас тенденции, тенденции в цветах, тенденции в одежде, купальниках, аксессуарах и так далее. Можно уже, наверное, поступать. Давайте посмотрим, да, сразу начнем. Начинать потихонечку. Скажем так, делай, у нас такое будет сегодня урок, я бы сказала. Да, имидж-урок. Записывайте, запоминайте, снимайте, фотографируйте, но если что-то будет непонятно, то обязательно задавайте свои вопросы. Ну, как на уроке, опять же, преподавателям. Начинаем смотреть модные тенденции, а девушки нам как-то будут комментировать, проговаривать, что же это такое. Ну, вот, например, синий цвет. Это очень актуальная цветовая палитра весны-леты 2015 года. Глубокий сапфировый синий цвет, цвет формы военно-морского флота. Все это актуальные тенденции. Следующая вот тенденция, это такие яркие цветы, да, контрастные на черном, да, красивые. Это и алые розы, да, и маки, и пионы, это все актуально. Однако нужно понимать, что такие вещи подойдут девушкам темным, ярким. Блондинкам не очень подойдет. И выглядит даже, знаете, немножко готично. Драматичные даже можно сказать. Драматичные, да. Такие драмы решили дизайнеры добавить в нашу размеренную жизнь повседневную. Работает дом, работает дом, но вот чтобы добавить драмы решили. Или вот, например, клетка виши, никогда не выходящая из моды. И прежде всего у нас она ассоциируется с Бриджит Бордо, стилем кантри, баварским деловым костюмом национальным. Ну, вот клетка виши в этом сезоне тоже очень актуальна. Особенно цветовая палитра голубая и алая. Или вот, например, платье. Посмотрите, замечательным разрезом, который удлинит ваш силуэт и сделает фигуру просто необычайно красивой. Вот белый цвет тоже очень актуален. Белое платье будет прекрасно смотреться на загорелом теле. Вот такие вариации тоже. Так, хорошо. Я задавать вопросы буду потом, наверное, после того, как мы просмотрим. А сейчас пока, пусть, действительно, как-то, да, набираются опыта. Такие кружевные. Или вот, например, многоцветие. Мексика такая, да. Ну, скорее всего, Боха-шик. То есть это наследие такого цыганского народа. Многоцветие, с оборки ярусами, вот оборки по косой. Все это актуально тоже в этом сезоне. Например, вот в этом, это платье может позволить себе любая девушка. Не важно, какой у нее рост. Вот оборки, которые по горизонтали, с этим нужно быть аккуратнее. Потому что даже высокая девушка может сразу быть низкого роста, если оборки, конечно, они убирают высоту. Вот такие платья в духе 70-х годов. Это вообще основная тенденция летняя. Шифоновые легкие платья, летящие. Такая загадка, свободная, кроя. Всего это просвечивает. Подойдут для нашего жаркого города в эту погоду просто замечательно. По поводу белого хочу задать вопрос вам. Но я знаю, что белый действительно, он такой немножечко опасный в чем-то цвет. Действительно ли нужно как-то выбирать? Мы все думаем, что белый полнит. Это правильно? Вот такой самый распространенный. Скажем так, белый не полнит. Он делает силуэт более легким. А черный цвет, он делает силуэт более тяжелым. Да, даже проводились такие эксперименты из психологии. Несли белые и черные коробки. И людям показалось, что черная тяжелее коробка, чем белая. Это вот чисто визуально. Тут уже если в свет уходить, оснащенный свет, это имеет тоже значение. А не будет ли белое, мы видели, как на примере, белое длинное платье в пол, не будет ли как-то ассоциироваться с невестами? Мне кажется, это всегда элегантно и изящно. Возможно, есть какие-то личные ассоциации у людей. Но это очень актуально в этом сезоне. Белый цвет. Именно длина миди. То есть содержание разделилось на два мнения. Либо вот такие лаконичные прямой крои длины миди, либо вы видели с изящным украшением, каким-то декором сложным, из шитья и кружева. Но достаточно такой провокационной длины. Это, конечно, могут позволить себе девушки, обладающие хорошими ногами и идеальной фигурой. Тогда можно так сказать. Мы как раз увидели в фотоподборке, то, что действительно какие-то модные тенденции времен, прошлых, они как-то перебираются. Восьмидесятых. Семидесятых. Семидесятых. То есть это как раз длина. Миди. Это как раз какие-то цвета. Ну и хиппи, вот эта тематика. А какая мода вам нравится? Я имею в виду каких годов? Ну, провокационный вопрос. Да, провокационный вопрос. Мне нравится все. Да, главное, чтобы это было... То есть нужно только как-то подбирать, опять под определенного человека. Ну вот я, например, приверженец, конечно, семидесятых. И вот все эти вечерние платья, которые вы видели, все это прозрачность, женственность. Мне это больше ближе и актуальнее. Что ж, мода каких годов нравится жителям нашего города? Такой вопрос мы задали, собственно говоря, на улицах. Что же ответили нам? Давайте посмотрим наши модные самарцы. Восемидесятые я вспоминаю, потому что это были годы моей молодости. Были молоденькие, худенькие, одевались, смеялись. Как-то было время такое, вот именно застоя, не было вот такого вот хамства, вот это вот все. А сейчас мода возвращается? Да, возвращается. Ну вот сейчас какие моды годы? В семидесятых, что, по-моему, возвращается. Так и обувь, и одежда, все это. Вот мы уже, как говорится, очевидцы того, что было и то, что есть. Классика джинсы, кофты, такие обычные, с цвета. Ну, то есть, я не знаю, там, ни стиляжные, ни цветные, ни что такое. Обычные, то есть, спокойные цвета. Вы сами в зеленом. Ну, это так. Просто хочу привлечь немножко к себе внимание. Наверное, современные все-таки. Платишки я редко ношу. Да, может, больше так, спортивный образ жизни. А так, мне хотелось бы, конечно, платишки мне нравятся, наоборот, когда вот эпохи, может, возрождения свои вообще. То есть, когда были шикарные балы, платья. Вы знаете, я как-то не зациклена на внешней атрибутике. И мне кажется, вот все красиво. И в 60-х, и в 40-х, и в сегодняшнем времени. Как таковой за модой не слежу. Если на работе требуется строгий офисный стиль, то я, в общем-то, подбираю то, что мне подойдет. И будет приятно и удобно. В 90-х. Почему? Ну, потому что нравится. Олдскул, так скажем. А что именно тебя привлекает? Джинсы, варенки? Ну, не знаю. Просто нравится. Здесь, конечно, сложный вопрос. Но по настроению, наверное, вот то, что... За модными тенденциями, так сказать, следим. По вкусу, наверное. То, что есть, то и одеваем. Все как бы разнообразные люди. Ну, вот такое интересное мнение. Мне лично нравится мода 40-х годов. Приталенные такие платья. Действительно, очень интересно. По крайней мере, мне кажется, очень женственно. Вам подойдут. Да, Кристиан Диор, значит, ваш кумир, который передумал Юлук. У нас есть еще несколько подборок. Я предлагаю дальше продолжить такие модные советы, модные уроки. Смотрим фотоматериалы. Еще одна, конечно, несомненная тенденция весенне-летнего сезона 2015 года – это замша, которую красит наши летние вечера, так скажем. Можно остановиться на куртке, но если вы выберете платье или комбинезон, как, например, вот на слайде вы сейчас смотрите, вы будете мега популярны. Тем более, в этом году замша, она более мягкая, более утонченная. И прошу обращать внимание, сейчас секундочку еще скажу, что она и в искусственном виде тоже смотрится очень хорошо. Не только натуральная замша. И легко и тепло. На экране у нас бахрома. Очень актуальная. Длинная, короткая, тканевая, из замши, из грубой кожи. Она очень популярна и украсит любой предмет картероба. Ой, ну и вот, например, моя любовь. Это юбки кожи из кожи с запахом. Мягкая кожа, идеальный силуэт создает и идеальная форма для коррекции фигуры. Ну, невероятно красоты. Джинсовые комплекты, также Denim Total Look полный, да, будет очень актуально. Смело покупайте себе очередные джинсы, рубашку и все будет. И комплектуйте это такой же рубашкой, и можно еще с украшениями Боха Шик, и вы будете просто мега популярны. То есть полностью джинсы это возможно? Конечно. То Denim Total Look в этом году это самое актуальное. Ну и вот, конечно же, военная форма опять с нами, но цвет хаки и все вот эти всевозможные галифе, заклепки, это все очень аккуратно с этим нужно быть, потому что не каждому человеку это подойдет. Вот, и прям очень аккуратно. Ну, военная форма актуальна. Щелковые пальто, халаты, это вообще пик просто. То есть обязательно приобретайте, если есть возможность, будьте очень женственными. Опять же, на вечера? Да, на вечера. Да, летним вечером замечательно. Более женственного наряда не найдешь, это советуем всем. Ну и, конечно же, бомба 2015 года весенне-летнего сезона это платье сетки. Обладательницы идеальной фигуры могут позволить себе на голое тяну, в смысле, скажем так, на обнаженное тело. Но некоторые дизайнеры предложили сетку одеть на непрозрачную основу, что тоже выглядит очень здорово и не менее привлекательно. Как один из вариантов, да, вот, например, на мне. Слушайте, это очень интересно. По поводу бахромы, опять же, хочу уточнить. Сказали то, что действительно она модна, она сейчас в тренде. Каждая ли обладательница, любой ли фигуры смотрит? Да, практически, да. Бахрому можно, если вам очень нравится бахрома, можно ее в аксессуарах, либо в обуви, либо в сумках добавить, да. Конечно же, бахрома увеличит немножечко. Ну, да, немножечко скорректирует, да, вам в сторону объема. Очень аккуратно нужно, если вы понимаете, что не совсем со своим телом, как бы, дружите, да, и понимаете, что у вас есть какие-то проблемные зоны, лучше, конечно, бахрому в одежде не принимать, да. А так, ну, а любые аксессуары, обувь, это сейчас очень актуально. Что ж, у меня есть вопрос для наших телезрителей. Как всегда, они не особо сложные для того, чтобы вы с легкостью смогли приобрести наш подарок. И сегодня мы разыгрываем 20 минут популярной музыки или соло для души с оркестром. Так называется концерт, который пройдет вскоре в филармонии. Чтобы попасть на него, надо ответить на мой вопрос. Полное название какого пиджака переводится дословно с английского, как «Куртка, в которой курят». 202, 11, 22. Ну, я думаю, очень легкий вопрос. Звоните, отвечайте. Кто первый дозвонится, кто самый шустрый, кто самый быстрый, тот и получит два прекрасных билета на замечательный концерт 20 минут популярной музыки или соло для души с оркестром. Как звучит? Согласитесь. Красиво. Уже название, мне кажется, говорит само за себя. На это стоит сходить, на это стоит отправиться и как-то приятно, культурно провести свой вечер. Да, точно. Кстати говоря, как раз мы заговорили о вечерней моде, про интересные такие вечерние наряды, летние. И хочется вернуться именно к халатам, как вы сказали. Пальто-халат. Пальто-халат. Они действительно очень длинные, либо это можно приобретать разной длины. Ну, тогда это будет платье-рубашка. Если вы покороче сделаете, это будет платье-рубашка. Лучше, конечно, и актуально, это длина в пол. И причем это может носить обладательница любого роста, девушка и маленького, с небольшим ростом и с высоким. Это, конечно же, удлинит силуэт, сделает более изящным. Будет ли это смотреться, опять же, если мы отправляемся куда-нибудь на вечерние мероприятия, не будет ли это смотреться как домашняя мода? Это будет смотреться как раз как нужно. Да, это как раз для мероприятий. Вот раньше были очень модные пижамные, да, брюки пижамные, рубашка. Это было в тренде в моде. В принципе, это сейчас так. Это сейчас осталось, да. Но вот новое веяние, вот именно в пижамной, в пижамном тренде, да, это вот длинные пальто-халаты. Их можно носить практически с чем угодно. От джинсов и до платьев в вечерних. Не бояться как-то интересно экспериментировать, да? Кто не боится экспериментировать, да, это, конечно. А вот не боится, собственно говоря, попытаться ответить на наш вопрос наш гость, который и дозвонился до нас. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы полное название какого пижака обозначает дословно с английского как куртка, в которой курят? Это? Смокинг. Смокинг. Ну, действительно так, вопрос легкий, вопрос специально для того, чтобы вы отправились на прекрасный концерт, который называется «20 минут популярной музыки или соло для души с оркестром». Елена, ну скажите, пожалуйста, вы нам, вы следите как-то за модными тенденциями, за модой, или ставите ли журналы, какие-то модные показы смотрите, быть может? Либо так, на свой вкус доверяете? Я стараюсь следить за модой, конечно, по вере возможностей. А какой-то есть, не знаю, определенный виток модный, я имею в виду, ваш стиль, какое нравится, предпочтение? Ну, мне больше нравятся, не знаю, спортивные, наверное, джинсы, полки, ну и по возможности, конечно, платья. Вот сейчас стало больше платья носить. Все-таки больше в женственности. Спасибо большое вам за ваше мнение, спасибо большое вам за то, что вы ответили так быстро на наш вопрос, хоть он был легкий, но за скорость, конечно же, вам, вас благодарим, и вы молодец. Джинсы относятся ли это к спортивному, кстати, стилю? Вот нужно сказать про спорт. Мы когда смотрели видео, да, небольшой был перерыв, и многие сказали, что спортивный стиль носят. Сейчас очень актуально носить спортивный стиль с теми же платьями. Миксовать. Вплоть до вечерних. Да, смешение стилей. Да, смешение стилей. Юбки, даже вечерние платья можно одевать с какими-то кедами интересными. Это будет нормально смотреться, актуально, модно. В Европе уже все давно так ходят. Лучше, скажем так, это делать, чем, например, одевать кеды с джинсами или там, ну, понятно, что спортивные. Лучше миксуйте, это будет интереснее, всегда актуально. То есть, пожалуйста, совет нашей Елене, если вы сейчас уже как-то приближаетесь к платьям, но спортивный стиль все-таки живет в вашей душе, то, пожалуйста, миксуйте платья. Миксуйте. Это сегодня действительно просто шкатулка какая-то модных советов интересных. Смотрим дальше, ну и продолжаем комментировать. Вырезы на пиджаках и платьях на талии. Это очень актуально. И, ну, конечно же, не все могут одеть такое. Только люди, у которых подтянутый пресс, бедра. Ну, клетку, думаю, многие готовят. Либо, если бы уже купили это, то нужно ходить в спортивный зал. Ну, или вот, если возвращаться обратно к цвету, то желтый цвет. И обратите внимание, желтый канареечный цвет. Конечно, это единственный цвет, который ассоциируется с теплом, солнцем и песком. С летом. Платье, рубашки. Это как раз, которое уже было упомянуто. Ну, они вот тут разные. Вот такой, пожалуйста, вариант. Дизайнеры разделились как бы на два лагеря. Одни предлагают лаконичные, но видите, с каким интересным декором, принтом, да? Или просто даже. Ну, и, конечно, перья. Вот, например, перед вами сейчас слайд с шикарным коктейльным пальто. Мы знаем, что есть коктейльное платье, а вот вечерний вариант коктейльного пальто. Или, например, перья со спортом можно миксовать. Коктейльный, красивый. Кроссовки, да. Опять же, кроссовки. Кроссовки, тем не менее, очень легко и невесомо все смотрится. Вот это вот золотое пальто. Это вообще очень для смелых. Такое немножко авангард. Вечернее пальто опять же. Вечернее пальто. Вот для выпускных баллов допустимы платья золотого цвета. Золотой очень актуальный в виде платьев и вот такого вечернего пальто. Напоминает как бы оберточку от шипу. Да, ладно, да. Да, действительно, что-то сладкое, что-то такое манящее. Ну, и, конечно, горох. Он никогда не выходит из моды весенне-летний. Это принт такой, никогда не надоевший. Здесь только размер. Вот вы увидели, что он немножечко стал побольше. Сандали-гладиатор не выходит из моды уже несколько теплых сезонов подряд. Одеваем смело. Смело одеваем. Можно носить вплоть даже с какими-то деловыми костюмами. Облегченным летним деловым костюмом, типа шортиков и жакеты. Замечательно смотрится в сандали-гладиаторах. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас, я понимаю, что действительно девушки творческие, девушки думающие так или иначе, когда работаете с клиентом со своим, но необходимо же всегда какое-то черпать вдохновение, черпать откуда-то идеи. Есть ли какая-то, быть может, это звезда, быть может, это звезда минувших лет. На кого обращаете внимание? Кто является идеалом, быть может, кто какие-то такие идеи подкидывает модные? Да все подкидывают идеи. Мне больше, например, дизайнеры вдохновляют, такие, например, как Балентиага, Живанши, Кристиан Диор. Ну, невероятно талантливые люди. То есть все-таки имя Штилиса, они больше смотрят на дизайнеров. Ну, конечно же, ну это же... Ну да, потому что дизайнеры, они предлагают такие интересные решения, и мы стараемся уже адаптировать их немножко к реальной жизни, потому что то, что на подиумах, это все равно одно. Сложно нам представить ту же длинную юбку из перьев золотого цвета, какого-нибудь повседневной жизни. Ну, как-то вот адаптировать, как-то спиксировать. На подиуме это немножко утрировано, да? Конечно, да. А мы оттуда берем все для жизни, чтобы это было в реальности, и нам в этом было тоже удобно, комфортно и хорошо чувствовать себя. Что ж, спросили мы, жители нашего города, кто же является идеалом женской красоты. Много вопросов интересных получили. Самое, наверное, такое нежное, романтичное, это то, что моя жена, это единственное. Рассказываю вам, а дальше смотрите сами. Мне кажется, каждая женщина по-своему красива. Я не знаю, но больше всего в женщинах мне нравятся их лица и ноги. Я уже нашел это, именно моя девушка, и среди актрис нет такого человека. Возможно, модель, модель Виктория Секрет, например. А чем она вас привлекает? Внешние данные? Внешние данные, образ жизни, древней. Почему она? Ну, так. Именно в образе Скарлетта Хара или просто как актриса? Да, 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 именно в образе Скарлетта Хара. Скорее всего, мама. Это хороший человек, всегда добрый, отзывчивый. Всегда поможет в трудную минуту. Это мой идеал. Что ж, чтобы стать идеалом для своего, наверное, любимого мужчины, ну, необходимо просто как-то немножечко постараться. Он вас уже любит, просто необходимо подобрать какую-то такую немножко оболочку, как вы сказали, фантик, вот, чтобы, собственно говоря, он нас смотрел и любовался. Как раз об этом мы сегодня и говорим, как же стать еще красивее, как же летом быть яркой, как же летом быть заметной, в хорошем смысле этого слова, заметной, не кричащей, опять же, как наверняка будут говорить многие дизайнеры, многие стилисты, а именно заметной, чтобы обращали внимание, как-то так учились каким-то таким привычкам, идеям интересным. Я понимаю, что в какую-то изюминку, в образ добавляют именно аксессуары. Одежда – это одежда, аксессуары могут сделать очень многое. Это верно? Да, ну, в частности, украшения. Аксессуары, понятно, да, но в большей степени, наверное, нужно обратить внимание на украшения. И в этом году украшения, если слайды нам покажут, нет. Вот, например, посмотрите, очень редко дизайнеры обращаются к драгоценным камням в аксессуарах, в украшениях. Вот сейчас, вот, на первом, если вы обладатель шикарной груди, да, я думаю, что любая девушка может себе позволить вот такое очень интенсивное, насыщенное украшение, да, когда много драгоценных камней. Или, например, необычные, да, вот как мы видим на втором слайде. Это вот сережки такие вот, тенденции, крупные, очень серьги, клипсы, такие многоярусные. Как и королевские, я бы сказала, на самом деле. Серги люстры, да, можно так назвать их. Но здесь тоже нужно быть очень аккуратными, потому что, если эта серга касается плеча, то мы себе уменьшаем шею, длину шеи. То есть обязательно нужно следить, чтобы пространство между сергой и шеей было. Я так понимаю, что все-таки здесь надо убирать волосы, чтобы они были, да? Лучше бы, конечно, конечно, чтобы они были на первом плане у нас. Или, вот, например, серги в натуральных материалах, природных камнях. Либо, если вы хотите распустить волосы, но чтобы серги были видны, подберите с одной стороны, да? И вот как вот показано, да, например. Также модно очень носить серги из разных комплектов, вот, как вы видите, совершенно разные две сережки. Ну, это не значит, что если ты одну потеряла, да? Все равно их должна объединять какая-то деталь. Может быть, идея должна быть единая, может быть, глазочек, и там, и там должен быть знак, какое-то соединение. Это есть такое в наборе, либо уже необходимо как-то самой делать? Ну, конечно, это наборы, но можете и сами, если у вас творческая натура. Такие браслеты, массивные. Крупные, массивные браслеты. С ними надо быть аккуратным, потому что, если у вас достаточно объемная линия бедра, они еще сильнее увеличат ее визуально. То есть делают акцент на бедре. Вы же руку опускаете, когда идете, и это акцентирует на бедро. Здесь лучше всего быть крупким девушкам, которые покажут, насколько хрупкая у них ручка. Да, конечно. Чем крупнее браслет, тем он больше покажет изящество руки женской. С жемчугом всевозможные браслеты также актуальны. И украшения, не только браслеты, и украшения на шею, кольца, серьги. Жемчуг сегодня в тренде. Ну, да, ну, мне кажется, это классический вариант. Жемчуг никогда не выходит из моды, просто в разных интерпретациях. Он подойдет и к деловому стилю, и к кокетному. Слышала такое, что жемчик подходит все-таки более возрастным женщинам. Правда ли это? Могут ли молоденькие, юные девушки? Ну, вот смотрите, если вы на браслеты с жемчугу добавите бантик из шелковой нити, ну, это будет кокетливо, и по стилю наивной романтики замечательно смотреться на девушке. Например. Да. Ну, мне кажется, да. И, конечно, если вы больше к деловому стилю и больше такой возрастной, да, возрастная личность, конечно, какие-то более лаконичные, более спокойные, да, жемчужные какие-то комплекты, да, конечно, приемлемо. Что ж, есть у меня второй вопрос для наших телезрителей. Немножечко сложнее, быть может, ну, разыгрываем мы два билета на представление «Советский цирк», который состоится 26 июня, 25 июня, извините, пожалуйста. Мне кажется, это очень интересное мероприятие, очень интересное представление, и каждый наверняка захочет вспомнить свое детство, а быть может отправиться с ребенком и как-то насладиться именно этим представлением. Вопрос звучит так. Опять же, для модников, для модниц Сен-Лоран жалел, что джинсы изобрели до него. Но он успел переделать униформу рабочих для гардероба модниц. Что же он им предложил? Ну, джинсы уже были, а вот что-то из униформы все-таки перешло и стало, кстати говоря, модным. Об этом уже, кстати, было уже сказано сегодня. Такая небольшая ему подсказочка. 202-11-22. Ответите верно, получите два билета на «Советский цирк». Очень интересно, мне кажется, будет у вас вечер, если отправитесь именно вы, если именно вы дозвонитесь к нам именно сейчас. Что ж, лето. Лето – это, наверное, тире пляж. Пляж – это тире, опять же, мода. Многие забывают то, что пляжная мода существует, во-первых. Думают, что купальник – этого достаточно. Правда ли это? Либо можно как-то разнообразить свой пляжный, не знаю, образ? Ох, вот в Майами недавно, несколько недель назад, прошел показ как раз летних тенденций 2015-х в пляжном моде. И вот нужно как-то разнообразить. Можно их разнообразить, да. Вот как раз мы видим. Вот, например, если вы хотите привлечь к себе внимание на пляже, то купальники с эффектом 3D – это самое актуальное. То есть это была новинка, это была бомба, это было необычно. И американские дизайнеры предложили такой вариант 3D. Вот такие вот купальники с высоким верхом. Мы видим, что верх, лиф достаточно высокий, и он подойдет для обладательницы достаточно крупного, большого бюста, крупной груди. Он скорректирует и подчеркивает достоинство. Вниз мы одеваем бикини, наверх прикрываем. Или вот, например, каскадные купальники. Конечно, это тоже новинка, это тоже редкость, но если вы себе позволите, вы будете, мимо вас не пройдут, не останетесь, не замечены. Здесь прям целые костюмы купальники, а не просто купальники. Длинный рукав появился тоже в купальниках. Опять же, для тех, кто против загара, тех, кто как-то берегут свою кожу. Вот, пожалуйста, актуальная ретро. Мы видим, что завышенную талию, пожалуйста, она также может скорректировать линию бедер, если есть какие-то проблемы с животиком. Да, если вы чувствуете себя неуверенно, то очень замечательный вариант. Прекрасно смотрится. Да, вот такой вариант. Опять же, мне кажется, подчеркиваю, в Италию, да, действительно, все повыше. Да, 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 да. Все утягивает, что нужно скрыть. Очень лаконично, изящно и красиво. Стиль 60-х. По цветам, ну, я так смотрю, цветовая палитра, она вообще очень разнообразная. Все-таки купальники, это как раз тот предмет гардероба, где он может позволить себе цветовую гамму от А до Я. Различные, да. Вот здесь вот такие девичьи оборочки, баланчики небольшие в линии груди, да, они скорректируют небольшую грудь. Да, очень актуально для мусора. Ну, или вот, например, бомбы тоже на показах лета 2015 года, это были кожаные купальники, сделанные с лазерной обработкой. Ну, это тоже хит-сезон, еще и шнуровка, придаст сексуальность и необычности. Для любительниц чего-то такого экзотического. Да, да. И вот различные вырезы на купальниках. С разрезами, вырезами всевозможными, такие вот монокинь. Монокинь. Купальники тоже очень. Они и в прошлом году были актуальны, и в этом году тоже. Не потеряли своих позиций, скажем так. Опять же, для тех, кто хочет корректировать свою фигурку, да. Да, конечно. Какие-то недостатки, да. Да, какие-то части. Или вот, например, купальник без бретелей. Слышно, обычный, простой. Ну, они опять с нами. А это, наоборот, для любителей загара. Да, для нами это ровный загар, это красивый ровный. Вот бикини со шторочками. Ну, они никогда не выйдут из мода, они всегда будут универсальными. Но нужно быть аккуратными, потому что только обладательница идеальных фигур может одеть вот этот купальник. Ну, или опять же, сплошные купальники. Они, конечно же, переходят из одного сезона в другой, они всегда будут. Просто разные расцветки. И замечательный вариант для женщин в возрасте, так скажем, тех, кто уже не очень хорошо, уверенно себя чувствует и не надеется на свою идеальную фигуру, то вот коррекция в таких купальниках совершенно замечательная. Расцветки опять любые же. Начиная от геометрии, абстракции. Какие-то экзотические какие-то рисунки, вот, например, как здесь на этом купальнике. Здесь прям, да, все равно лето-лето, сразу хочется куда-нибудь на острова. Растения, экзотические птицы, цветы, это все вот интенсивно. А необходимо ли выбирать для тех, кто хочет, опять же, скорректировать свою фигуру, скрыть какие-то недостатки, однотонные купальники? Либо в этом нет смысла, можно как-то и все-таки яркие, пестрые надеть. Я предлагаю подумать пока над этим вопросом, потому что у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы ответ на наш вопрос? Сен-Лоран жалел, что джинсы изобрели до него, но он все-таки смог униформу рабочих перенести для модниц. Что же он предложил модницам? Ну, я думаю, вот он круг такой изобрел, как комбинезончик. Ага. Не ошибаюсь? Нет, вы знаете, вы не ошибаетесь, действительно комбинезоны. Он дополнил джинсы, собственно говоря, верхом и вот такая униформа. Ключай. Да, да, да. Ключай. Да, и униформа, которая, собственно говоря, когда-то была рабочей, стала очень модной деталью женского гардероба. Индокрити женского, по-моему, уже сейчас. Спасибо вам большое. Подходите для всех. Подходят для всех. И для детей, кстати, то... Подходят для всех, и для детей, кстати, то... Да, до свидания. Спасибо большое вам за звонок. Я думаю, за эфиром вам обязательно расскажем, как получить же ваши билеты на советский цирк. Не успел он нам рассказать, с кем же пойдет, но я думаю, он возьмет с собой на такое замечательное, интересное представление. Скорректировать фигуру можно с помощью купальника, естественно. Можно также за счет принта на купальнике сделать небольшую коррекцию, например, если это полоска. Да, или, например, когда она будет горизонтально, уходящая в горизонтали вертикаль. Если вот такая вот у нас вертикальная линия, здесь, например, посередине, в сплошном купальнике, это дополнительно вытянет силуэт или даже диагональ. Диагональ, да. Стремящаяся к вертикали, диагональ, она тоже вытягивает силуэт. Также крупные рисунки, если на купальнике есть крупные рисунки, то это визуально и увеличивает непосредственно. Если это какие-то маленькие миниатюрные рисуночки, какие-то клеточки или что-то еще. Или, например, абстракция. Это тоже уменьшит. То есть линии изогнутые, линии непонятные, откуда рисунок начался, где закончился, это тоже поможет скорректировать фигуру в лучшую сторону. Что ж, у нас есть еще один очень интересный опрос. Собственно говоря, спросили мы у девушек, у представительницы женского пола, необходимо ли мужчинам ухаживать за собой, необходимо ли мужчинам следить за модой. Забываем часть, мы представительницы сильной половины, когда рассказываем о моде, но не забыли сейчас. Давайте посмотрим такой небольшой опрос. Я думаю, что обязательно. Ну, а личной гигиене даже вопрос не стоит. Это минимум, который должен каждый человек к себе применять. Аккуратность себе воспитывать, я думаю, прививать каким-то образом. Даже не глядя на какие-то журналы мод и наших модельеров, которые предоставляют мужчинам линию одежды, просто можно одеваться, подстать ситуации. Не, мужчинам должны обязательно с собой следить, все, и чтобы прическа, ногти, руки, не знаю, обувь. Ну, все, то есть должно быть идеально, я так считаю. Ну, брутальные, ну, они сейчас себе бороду отращивают, а у меня у самого мужа с бородой уходит. Ну, так должны все-таки следить с собой, должны. Ухаживать за собой элементарно, купаться нужно, потому что иногда в транспорт заходишь, и бывает неприятно. А парикмахер, косметолог, к таким специалистам нужно обращаться? Парикмахер обязательно, косметолог, я не знаю, тоже по желанию самого мужчины. Бывает проблемная кожа у людей, у молодых людей. Я думаю, что им к специалистам обязательно нужно обращаться. Ну, естественно, облагораживать себя, свое, ну, лицо, голову, вот так, стандарт, и выглядеть чисто, правило. Ухаживать за собой, следить, посещать вовремя парикмахерскую и все остальное. Косметолога? Косметолога. Само собой нужно себя поддерживать, то есть, и чтобы стрижка была соответствующая, допустим, кто-то вот, в большинство моды пошла щетину, бороду отращивать, соответствующий вид приводить. Конечно, нужно ходить и следить за своим внешним видом, за своей красотой, так скажем. Не быть вот, каким зачуханным, так скажем. Приятно, приятно, что молодые люди осознают, что за собой следить необходимо, что необходимо отправляться все-таки к косметологу, ну, и к парикмахеру. Очень хорошо и отрадно. Я думаю, для наших девушек, как для имидж-сутилистов, это тоже очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Радует, радует, что наши самарские мужчины следят за собой, хотя бы пытаются это делать. Что ж, ну, давайте завершим все-таки о женской моде, о летней моде. Ну, конечно же, летний образ не может обойтись без очков. Что в этом году нам сейчас готовит, вот мы видим как раз. Такая форма, круглая форма, очень популярна, подойдет обладательницам круглой формы лица и квадратной. Она скорректирует и сделает пропорции правильные в лице. Ну, вот, например, форма кошачий глаз тоже всегда актуальна, подходит практически для любого типа лица. Сверху вытянутые внешние уголки очков, очень актуальны. И они могут выходить за края? Да, конечно. Должны выходить за края. Подойдет для любого типа. Практически любой. Авиаторы очень популярны давно, еще год назад были популярны, два года назад до сих пор популярны. Но с ними нужно быть аккуратны, они далеко не каждому типу лица подойдут. Хотя многие их предпочитают. Многие одевают, да. Ну, очень надо быть внимательными. Тонкие черты лица должны быть для авиаторов. Или, например, прозрачные оправы, да. Очень актуальны тоже и новинка сезона. Ну, мне кажется, вот эти очки подойдут для делового стиля, почему бы и нет. И к чему не обязывают, и подходят практически тоже к любому стилю. Такие вот массивные обрамления очков. Ну, это, мне кажется, необходимо тоже очень осторожно подбирать. Вообще подходит любому типу лица. Но если у вас, ну, бывает такое, что голова немножко меньше, чем туловище, чисто визуально, то, конечно, такому не подойдет. Здесь тоже такие достаточно массивные. Ну, здесь темные стекла модные. И придадут, ну, смотрите, конечно, загадочность, обладательность, таинственность этих очков. Ну, в общем, туалет. Белая оправа тоже очень актуальна. Не выходящая из моды. Практически из сезона в сезон. Лето опять же, да. Лето, белый цвет. Белый цвет. Такие нестандартные формы. Очень необычные, непонятные. Если вы хотите выделиться из толпы, это, пожалуйста, вот, пожалуйста. Дизайнеры предложили такие варианты. Супер экстравагантные, неординарные. Слушайте, ну, это не каждый, конечно, осмелится. Ну, конечно, это должен стиль быть определенный, выдержан, чтобы позволить себе носить такие очки. То есть это не просто не под каждые шорты, не под каждое платье подобрать. Потому что все равно очки, это, я так понимаю, продолжение, да, образа. Это не просто завершение. Завершение образа. Не просто так взял перед выходом и нацепил что-то, попалось под руку. Что ж, у нас остается считанные минуты до конца эфира. Что можете пожелать нашим самарским модницам? Быть может, не бояться. Быть может, какие-то свои пожелания. Кратко. Конечно, не бойтесь. Конечно, экспериментируйте. Все, что мы вам прочитали сегодня, как мини-лекции, это все очень модно, актуально. Не бойтесь. Также не бойтесь носить кеды с, опять-таки, же платьями. Я хочу сказать, что выбирайте тенденции под себя. Потому что, ну, понятно, что подиум это одно. Но я хочу предложить быть в этом сезоне женственной, нежной. Тем более, мода для этого располагает. Все тенденции располагают к этому. Я могу от себя дополнить, что если вдруг что, то обращайтесь к опытным стилистам и имиджмейкерам. Спасибо вам большое. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!